МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот вагон точно такой же, как в моей калининградской поездке. Правда, народу нет, но, может, я вчера буду больше народу. Смотри и путешествую. Здорово, народ! Я сейчас на вокзале в Вологде, как видите. И через 2 часа у меня поезд до Архангельска. Сегодня я еду в Архангельск, а завтра я еду из Архангельска в Мурманск. Почти добрался до самого севера, хотя Вологда – это уже северная железная дорога. Вот такой здесь вокзал. Обзор города Вологда смотрите в предыдущем видео, я вам все снимал там. Вы смотрите большую северную поездку ЮРТВ. Там электричка до станции Буй. Станцию Буй, по-моему, я вчера проезжал. Вологодский вокзал – это вам не Вологодское масло. Однако и масло не вокзал. Пройти на вокзал можно прямо здесь. Можно и зайти, и выйти. Очень удобно все. Как в Кирове, нет никакого досмотра. Вот в городах-участниках чемпионата мира, то там вот по полной нужно рюкзак и сумку снимать. Не люблю эту процедуру. Бумжевание на Вологодском вокзале. Там вот видите грузовой парк, там все переговариваются, товарники тягают. А из пассажирских пока тут только электричка до станции Буй. Больше никаких поездов нету. Вон электричка прибывает. Самая короткая четырехвагонная. Из Череповца. Не из Череповца, а до Череповца. Видите, написано «Сев-Северная дорога». Я тут мальца подзарядился, фотки выложил. И уже объявили мой поезд, через 10 минут он прибудет. Пойду садиться. Вон там питерский поезд. А мой поезд прибудет на первый путь. У меня 15-й вагон. А откуда он прибудет, я даже не знаю. Я вчера вот оттуда приехал. Значит, по идее, дальше ехать туда. У меня скорый поезд 16-й. Москва-Архангельск. Он из Москвы сегодня еще утром выехал. Народа на моем поезде едет очень много, потому что продан весь плацкарт, продан весь купе. Остались только и свои сидячие. Когда я брал, плацкарт еще был. А сейчас уже вообще ничего не осталось. Но мне повезло взять нижнее 35-е место. То есть оно не боковое, а нормальное такое. Ну, у туалета. Ну, я там люблю как раз. Потому что там бывает розеточка рядышком. Так в туалет близко ходить. В туалет в очереди всегда первый. Прибывает он капец как рано. В 6 утра. Раз будет, значит, в 5. Значит, ложиться надо где-то в 9, чтобы нормально выспаться. Хотя лечь можно и пораньше, потому что все равно сейчас темно будет, ничего не будет видно. Ну, я думаю, что все равно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и мой 15 место у меня будет за стеночкой. В голове рельсо-смазыватель едет. Я думал, их цепляют в конце всегда. Догонять надо мой вагон. Какое место у нас? У меня 35-е. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окно попалось такое же, как при поездке в Калининград. Но тут-то все равно сейчас темно будет. А вот тогда было обидно. Без интерната, короче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Розеточка только здесь есть. А в купе нету. Ну, в купе, в смысле, там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Розетка здесь в неудобном месте. Поэтому хорошо, что я успел зарядиться на вокзале. Так бы вообще без электричества был, без всего. Сейчас у меня получается и камеры об аккумулятора, и телефон, и ноутбук вроде как заряжены. На завтра еще хватит. Че? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что отправились из волок да уже совсем стемнело чай попью и спать сразу а то завтра вставать рано я по трассе я возьмешь в принципе этот вагон точно такой же как в моей калининградской поездке только отличается тем что туалет не био а так все остальное такое же и даже стекло такое же мутное матрасы здесь вот такие вот новые во время этой поездки мне только один раз такие матрасы попадались там и вагон был поновее а еще полотенце не такое как везде вот такие полотенца я видел только в Беларуси в белорусских поездах такие дают постелил но матрас полностью сюда не умещается потому что матрас более длинный чем плацкартная полка здесь из этой стеночки не получается вот так его расправить постель постелил чаек заварил за окном совсем стемнело Юр ТВ смотри и путешествуй и не забывайте что все что происходит на канале это происходит благодаря вашим донатам вашим денежным пожертвованиям вот вы меня на эту поездку собрали а после этой поездки смотрите еще балканскую поездку в Сербию, Черногорию, Боснию, Герцгавину а сейчас мы собираем на большую восточную поездку в Владивосток так что все эти поездки будут и естественно на канале вы их увидите все со временем все по расписанию смотрите в группе вконтакте какая сейчас идет поездка там я все выкладываю в режиме онлайн сортирую тут лучших традициях плацкар там еще смотрите какие главные древние ни разу не пиво вообще обычные ядрическое яссортирую все по классике уже 8 вечера и я ложусь отдыхать а завтра будет интересно завтра будет Архангельск вот и утро наступило через 25 минут поезд прибудет в Архангельск здесь Ребята, я... 37... 37... Тяжки Тяжки Если есть, то вы можете... Такси, если называется... Городской рябинок Тяжки 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Время 6 утра, прибыли в Архангельск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вологодский вокзал покруче. Ну что, сейчас пойдем в город сразу осматривать, потому что так поесть не удастся, потому что все вот эти закусочные-то закрыты, пока еще утро раннее. Сейчас начнем обозревать, потом уж можно и поесть, а потом продолжить обозревать. Времени много, 10 часов у меня на этот город. Ну, конечно, морозно, морозно, как бы не задубеть раньше времени. Как-никак уже вообще север. Здесь-то я уже не бывал. Выход с вокзала свободный. Тут же и зайти, видимо, можно. И попадаем мы сразу же на привокзальную площадь. Поезд этот удобный. На первый путь прибыл. С первого я отправлялся в Вологде. Ну, наверное, московский, типа, очень важный поезд. Поэтому всегда на первый. На привокзальной площади есть магаз. Сразу можно в дорогу затариваться, если надо. А мне, наверное, надо будет, потому что мне сутки ехать отсюда до Мурманска-то. Похожая ситуация, как с Людянкой. Видите, вокзал. И сразу с вокзала выходит, что тут церковь. Тут все достопримечательности, сосредоточенные на набережной Северной Двины. До нее нужно еще идти. Но вообще лучше доехать. Но поскольку времени у меня вагон, я могу просто дойти. Ну, как бы я ходить-то больше люблю, потому что когда идешь, все обозреваешь. А на автобусе так проехал, да и не увидел ничего. А так у меня 10 часов есть на обзор этого города. Могу и пройтись. Вот, как видите, вокзал. И от него идет прямая такая улица. И прямая улица идет прямо до Северной Двины. Там уже самый центр города. Тут, как видите, вокзал находится не в самом центре, поэтому застройка такая обычная, советская, типовая. Так что приезжаешь, так в город тебя тут встречает такая суровая северная погода. Пасмурное небо и вот такие серые дома низенькие. Суровый город сразу. Такое первое впечатление. Улица Воскресенская. По ней можно прямо до центра и до Северной Двины дойти. Там, если вам видно высокое здание, это и есть центр города. Ну, так пока идешь. Обычная улица обычного советского города. Серые коробки домов, на первых этажах которых магазины разные, другие заведения, на верхних естественных квартирах. Такие пазики ходят. Как и в Кирове, как и в Вологде, никакого чемпионата не будет, поэтому ничего не приукрашено уже. Однако асфальт вроде бы получше, чем в Вологде, я так скажу, поровнее. Хотя тут тоже можно. Вот ЗАГС местный. Тоже на первом этаже построили. Вот такую вот фиговину выпирающую. И цветы у ЗАГСа. Все дома разной формы, но одинакового серого цвета. Прошел уже где-то полпути. Ну, или меньше половины. Даже приближаясь к самому большому зданию в городе, оно как бы обозначает центр. От него уже потом пойдем по набережной. От центральной улицы отойти. Вот такие вот тоже двухэтажные дома маленькие, деревянные. В Архангельске я тоже нашел одну пельменную. Скоро мы ее пойдем заценивать, когда она откроется. Потому что сейчас 6 утра, сейчас ничего не работает. Хотя уже, наверное, 7 пока идут. Не про то здание это я подумал. Я про это подумал. Оно еще дальше оказывается. Не добрался я еще до центра. Тут уже какой-то более современный жилкомплекс. И да, вообще Макдак виднеется. Значит, подходим к центру. Более цивилизованные места. Становится холодно. Я был на вокзале, не посмотрел, какая температура. Она, наверное, похолоднее, чем в Волг где-то. Видать, дом не доснесли. Центральная улица, там все современное. Тут такой деревянный. Минус 15 погода сейчас. Морозно. Это я еще в феврале не поехал. В феврале, я смотрел, вообще было минус 30. Сейчас еще потеплело. Минус 15. Вроде как весна. Наверное, вся улица была раньше из таких деревянных домов. Сейчас они остались, но в таком разрушенном состоянии. Вот это уже центр города. Вот, как видите, торговый центр орбита. Здание вот это вот высокое, большое. Вот отсюда можно и начинать обозревать основные достопримечательности. Здесь в орбите как раз пельмены находятся. Я буду дегустировать пельмени архангельские. А вот там уже начинается пешеходная улица. Площадь Ленина. Памятник Емужи на площади. Ну, сейчас пройдемся по туристической пешеходной улице. Улица называется Чумбарова-Лучинского. В народе просто Чумбаровка. Вот она оттуда и начинается. Улица такая неоживленная. Ходят только вот, собак выгуливают. А так больше народу нет, наверное, потому что раннее утро. Домики двухэтажные. В Кирове тоже такая двухэтажная улица центральная. Здесь, наверное, с каменами есть еще и деревянные двухэтажные дома. Такие достаточно красивые вот, например. Улица, я так смотрю, она не очень длинная. Я уже вижу, где она заканчивается. Как на Арбате. Лавочки, фонари. Но, правда, народу нет. Но, может, вечером будет больше народу. Хотя холодрыга сегодня. Всё идёт прямо. Тут даже нет таких ресторанчиков, кафешек, как на большинстве центральных туристических улиц других городов. ЦУМ здесь, по-видимому, единственное трёхэтажное здание на этой улице. Все остальные маленькие двухэтажные. Из архангельских подписчиков меня тут даже два человека вызывали встречать. Когда я только в группе писал, что, типа, кто хочет меня встретить, в каких городах пишите. И когда я буду в вашем городе, я вам напишу, вы как бы со мной встретитесь. Но именно в этот день они не смогли, к сожалению. Поэтому меня опять никто не встретил, хотя зрители здесь есть уже. Тут сразу видно, всегда есть, что потереть. Тут уже начинается участок улицы, где присутствуют различного рода скульптуры. Здесь на плитке чуть не навернулся. Сделали ростелеком такую хрень. Вот это вот посередине плиткой сделали, с польской. Вон, смотрите, какой старенький. Старенькая такая будка телефонная. А эта скульптура «Суровый архангельский мужик». Суровый город Архангельск. Тут на всех скамейках написано, каким городом они подарены. На них что-то не написано. Пу-пу-пу-пу-пу. Тут плакаты с болельщиками. Архангельский водник. Что-то о такой команде не слыхал даже. У нас вот в Сочи проходили матчи с нашим хоккейным клубом в Сочи. К нам они вроде даже и не приезжали. Принято городу Архангельску лавочке дарить. Хоть от других городов, хоть от депутатов. Хотя лавочки все одинаковые, но подарены разными. Вот тут прям царь-сосулька здоровенная. Наверное, всю зиму росла. А это памятник русским женам. Пока вот там мужик на рыбе не катается, развлекается. Жена сидит дома с детьми и работает. Там придет и все такое. Там по дому делает. Прошел всю Чумбаровку. Да и путь замерз немного. Впереди у нас все обзор набережной. Конечно, Белое море мы отсюда не увидим. Чтобы увидеть Белое море, нужно ехать в Северный Двинск. А здесь мы увидим только набережную Северной Двины. На Белое море я видал. Я ездил когда на Соловки, но она мне как-то не понравилась. Она такая зеленоватая. Но на море-то особо не похоже. Там видео тоже, кстати, есть. Это называется круиз на Соловке. Оно древнее, 2010 года. Я там снимал с того, а тогда еще на телефон. Ну, можете посмотреть, кому интересно. Здесь уже начинается центральный рынок. Я все хочу пожрать, жду 10 утра. Во всех городах я заметил, кафешки всегда в 10 утра открываются. И даже Магдак, хоть он круглосуточный, там до 10 утра завтраки, там невкусная хавка. А мне нравится обычное то, что уже после 10 утра. И в Турции тоже вот отдыхали. В Турции бары тоже все в 10 утра открываются. А до 10 утра не бухнут ничего. Я всегда ждал 10 утра, чтобы подбухнуть. Все в 10 утра. И еда, и питье. Сейчас уже почти 8 утра. Я, получается, час с лишним шел от вокзала до центра. Потом минут, не знаю, за 30 прошел эту вот Чумбаровку. И сейчас уже замерз. Иду в сторону набережной. Вот здесь тоже красивое место. И обратите внимание, за моей спиной работает фонтан. Работает открылый год. Видимо, с подогревом фонтанка. Во всех городах фонтаны не работают, а это работает. Так прикольно, пара от воды такой. Кажется, что кипяток. На самом деле, там вода такая нормальная. Просто на улице морозно. И уточки плавают, вот. И селся, палки испугались. А уже возвращаются на то место. Тут, видать, место самое теплое, наверное. Вот такие тут интересности архангельские. Сейчас дальше пройдем, увидим морской речный вокзал. Он тут одновременно речной и морской. Фонтан, конечно, такой зеленухой. Вода зеленая, мусор плавает. Вот то, что он работает зимой, это круто все равно. Морозец, конечно, сегодня знатный, да. Наверное, самый холодный город из всех большой северной поездки. Что я вроде смотрел погоду на Мурмусск, там уже не так будет холодно, как здесь. А это северное морское пароходство. Мурмусск, там уже не так scenes. города Архангельска. Два в одном. Находится он, конечно, на реке, но из этой реки легко можно попасть и в море. Море здесь недалеко. И попасть туда легко. Сейчас вам сниму саму реку. Река широкая здесь. Юр ТВ, смотри и путешествуй в Архангельске. Приезжайте сами и посмотрите тоже сами. Но только не в такой лютый мороз, как сейчас. В лето тут как-то получше, наверное. А сейчас угробы больше меня видали и никого нету. А вон там вот виден в тумане железнодорожный мост, по которому я сюда приехал. Я немножко снял северную минуту с поезда. Сейчас можно к нему подойти и посмотреть поближе. Потому что там-то я снимал через грязное окно. Ещё ему прибывали. Одной рукой я носки одевал, а второй рукой камеру держал. Собирался прямо на ходу. Вот здесь-то селся зачётное должно получиться. Здесь местечко крутое. Всё видно и храм, и вокзал. Железнодорожный мост видали какой? Вот на его центральную секцию, внимание обратите, она видимо поднимается. Если помните, такой же мост в Калининграде я видел. Чтобы сюда пропускать, вот он подъёмный получается такой. Сейчас дойду до моста, покажу мост, а дальше моста уже ходить нет смысла. Потом вернусь и пойдём в другую сторону. Вот такая тут набережная. Вот он и мост. По нему я сюда приехал, по нему я обратно поеду. Потому что, как вы знаете, еду-то я, получается, в беспересадочном вагоне до Мурманска. Вот я проезжал сегодня ночью станцию Обозёрска, я её не снимал просто. И вот обратно я поеду сейчас тоже до Обозёрска сначала. Потом вагон прицепят к другому поезду на Обозёрской, и он поедет уже до Мурманска. Вот так-то. Ну всё, тут набережная заканчивается. Теперь поворачиваем обратно, там уж будет что-нибудь поинтереснее. И заряжаться надо. Один аккумулятор у меня сдох, поэтому нужно пожрать, зарядить аккумуляторы и себя зарядить. Время 9 утра. Решил я всё-таки в Макдак идти, потому что пельмени не дождаться. Пельмени только в 10 открываются. Я уже замёрз, я ещё час не вытерплю. Да и в сортирах воду, потому что в поезде как-то не успел. Уже закрыли всё нахрен. Там же не биотуалет был. Настолько морозно, что у меня лёд на усах. Сейчас покажу. Во, ледышки намёрзли. Ледяная рожа, ледяная. Согревает ароматом чая. Сейчас пойду согреюсь. Тут у них пока только завтрак, я кофею заказал, чтобы погреться. Розеточку вот нашёл. Сейчас позаряжаю, как раз 10 часов будет, поем и пойдём дальше. Вот так вот я тут расположился, всё у меня заряжается. Видите, у меня тут получается ноутбук, камера. Сюда я камеру подключу, сюда телефон подключен, всё заряжается. Сейчас подожду, ещё и поем. Ещё и себя заряжу. Короче, в Макдак пока заселился. Тут тепло, хорошо, согрелся уже. Полчаса, наверное, не мог согреться. Ну что ж, я подкрепился, зарядился. Идём дальше. Фоточки в группу выложил, так что подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Там всё увидите в режиме онлайн. Здесь вот так идёшь, и на заборе написаны даты и важные события в истории города. Петровский парк. И здание театра. Нам немножко дальше. Мы сейчас дальше по набережной пойдём. Пешеходная улица, оказывается, только в 2009 году была открыта. Архангельск, город воинской славы. Мы снова пришли на площадь Ленина. Вот, как помните, я сначала от вокзала сюда дошёл. И пошёл в ту сторону, а сейчас мы пойдём в ту сторону. Не всегда на заборах Монтюки плюшут, иногда интересные факты можно почитать. Горит верёный сигнал спетофора. Можно переходить на спектрой. Горит верёный сигнал спетофора. Можно переходить на спектрой. Погодка прояснилась. Сейчас северную длину уже получше стало видать. А то утром там совсем, даже противоположный берег был, плохо видно. Погодка стала получше, да и виды, разумеется, покрасивше. А то я сначала подумал, приехал я куда-то на такой уж север, где постоянные метели. Постоянно всё серое. Сейчас-то уж получше стало. Набережная широкая, напоминает Атверскую. Но в этой части. В той части другая набережная. Сюда бы ещё снегоход и по таким вот просторам покататься было бы неплохо. Это всё жёлтое здание, это гостиные дворы. И здесь же установлена стела 400 лет Архангельску. Продолжение следует... Продолжение следует... северный путь тут туда уходит провода на временных опорах на лед поставить временные опоры и оттуда линию провели что там такое непонятно это стоило в честь того что архангельс город воинской славы тут тоже всякие такие интересные скульптуры попадаются памятник соловецким юнгом казалось бы набережная закончилась а нет храм успения божьей матери и вот дальше него еще продолжается набережная тут все замочки вешают здесь памятник адмиралу кузнецову и набережная продолжается это вот сколько я прошел от площади ленина еще столько же трактором все расчищают лопаты уже не справится вон какие сугробы там он видно грузовой порт вот туда посмотреть там все снега таки ровные утоптаны никто там не ступал не бывал вот и прошел всю набережную здесь она заканчивается сейчас пройдем еще дальше до моста пойдем уже в сторону вокзала иду и доносится запашок спирта вот я и дошел до моста вот такой красивый оранжевый этом у нас обзор всего самого интересного заканчивается сейчас пойду к вокзалу может по пути еще что-нибудь будет интересное а так мы уже все основное посмотрели юртв смотри путешествуй я решил на автобусе доехать так все равно холодно как-то да ничего интересного по пути вроде не было ну что ж я снова приехал на вокзал и стало быть обзор города архангельска заканчивается следующем видео смотрите как я поеду в мурманск до новых встреч вот а Даней-мельницы Гергарта специально не стали восстанавливать. Смотри и путешествуй! Это персональный выбор. Продолжение следует... Смотри и путешествуй! 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 Поехали! 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 Смотри и путешествуй! Поехали! 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 Поехали!